Ремонт наш продолжается, идет полным ходом и сейчас мы в Подольске, едем мимо Леруа Мерлен, решили заехать, посмотреть ламинат. Что мы делали в Подольске? Мы ездили на склад плитки, я заказывала на кухню и забирали самовывозом, потому что доставка до Кашира получилась 5600, я посчитала, что это слишком дорого, поэтому муж взял машину на работе и мы доехали, решили забрать ее с самовывозом. Затирку для плитки тоже нужно выбрать и, вы знаете, я решила остановиться в некоторых местах вот на такой литокол, эпоксидная затирка. Подруга посоветовала именно на полу затирать вот такой двухкомпонентный эпоксидный, поэтому я последую ее совету. Смотрите, в Леруа обнаружила просепт для мытья полов, но это вот я сейчас нахожусь в отделе ламинат-подложка, возможно, в других отделах тоже есть эта бытовая химия. Приятное открытие для меня. Вон она моя плиточка на кухню, керамогранит 60 на 60, и вот первая часть наших покупок, подложка, плентуса взяли, всевозможные стыковочные элементы здесь. И сейчас пойдем за самим ламинатом. Вот что-то как-то сервис в самом магазине хромает. Мы, наверное, минут 40 ждали, когда приедет погрузчик и поможет нам вывезти 27 упаковок ламината, 27 коробок, и вот никак. Поэтому мы взяли одну тележку, пробились, сейчас перегрузим все это в машину, и дальше возьмем побольше телегу и самостоятельно точно так же вывезем все это до машины. Вот эту телегу ставим на прикол. Вот здесь у нас ставка. Вот такой тоже понравился, темненький. В чем еще удобство? Сразу, видите, прям подобран здесь по цвету. Плинтус, все стыковки, порожки. Указано, где что лежит. Поэтому мы так особо не напрягались. Готовимся к погрузке. Все-таки не совсем все плохо оказывалось. Вот пришел молодой человек и вызвался помочь в погрузке. Тебе можно снимать? Нет. Почему? Ну все, считаю, программу максимум на сегодня выполнили. Купили ламинат среднеценовой категории. Туда, куда мы его покупали, там будет небольшая такая проходимость. То есть непостоянно мы там будем находиться в этом помещении. Поэтому решили, что дорогой ламинат туда не нужен. Плинтуса, всевозможные стыковочные элементы, подложку и, самое главное, керамогранит. Наконец-то я его выбрала. Надеюсь, что это будет то, что мне нужно. Но, по крайней мере, одна плитка мне понравилась очень. Что получится в итоге, я не знаю. Я гонялась за ним по всему интернету. Во многих магазинах я его заказывала. Его почему-то не было на складе. И вот нашли мне необходимые мне 18 квадратов. И да. Теперь он у меня. Посмотрим, как это будет выглядеть потом уже после ремонта. Буквально еще пару слов, пока муж перегружает ламинат в машину. Самый часто задаваемый у меня вопрос, почему ты исчезла с канала. То, что я танцую, вы все прекрасно знаете. Концерты, выступления. Соответственно, много уделяем времени тренировкам. Это раз. Второе, это ремонт, который сейчас занимает все свободное время. Помимо танцев. И да. Новый год. Которому тоже идет подготовка, подарки. Потом конец второй четверти. Сын обещал, что он получит максимальное количество пятерок. Исправит четверки по математике и по русскому языку. Надеюсь, что он сдержит обещание в этой четверти. И вот, видите, я еще заболела. Еще до конца голос у меня не восстановился. Хриплю и продолжаю стоять на 15-градусном морозе разговаривать с вами. Но ничего страшного. Думаю, что в ближайшее время эту проблему мы тоже устраним. Активно лечусь. Буквально на днях мы были в театре. В театре именно Серпуховке. И смотрели 12 месяцев. Мы были всей семьей. И там я встретила свою зрительницу, свою подписчицу Елену. Она тоже была с семьей. И такая очень теплая, приятная, дружеская, можно сказать, встреча у нас состоялась. Мы сфотографировались. И, знаете, я оставлю некоторые кадры. Муж снимал. Самое интересное было, что она узнала именно моего мужа и детей, когда они выходили на сцену дарить цветы артистам. Я была в самом зале и снимала на камеру. И она узнала моего мужа и уже искала меня. Очень приятно было. Елена, привет! ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ну и, конечно же, по возвращению домой я хочу вам показать еще кое-что. Мне тут пришли такие интересные книжки для моих детей с ароматизированными страничками. Интересные находки в качестве новогодних подарков даже для детишек будут. Посмотрим вместе с вами. Ну а сейчас мы поехали. А еще мы с Дашенькой хотим вам показать вот такие две книжки. Они не простые, они очень интересные. Даша, чем они интересны? Потому что они пахнут на страничках. Странички пахнут. Представляете, мы получили в подарок по почте две вот такие книжки про козлика Чарли. В одной книге козлик ищет лекарственные травы. Мы пока ее не открывали. Сейчас сделаем это вместе с вами. И вторая книга «Козлик Чарли встречает Новый год». Мы это открывали и даже не увидели на страничках. Волшебная книга с 12 ароматизированными страницами. Смотрите, упаковано все очень здорово. Как альбом сделано. Ну, то есть, такой конверт. Сама книга вот отсюда вынимается. Давай, Даш, держи. Держи, вытаскивать. Вот, сама книжка. Во-первых, сама история достаточно интересная для детей. И каждая страничка ароматизирована. Яблочный пунш. Апельсины. Да. Елка. Мандарин. Даш, давай потрем. Понюхай. Чем пахнет? Мандарином. Пахнет мандарином. Представляете? Тут со вкусом грибу. Грибы. Тут со вкусом черника. 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 Все, куда? Нет, нет, что? Фиалка. Да. Странички нюхайте. Саму страничку прям нюхайте. Да, фиалка. А здесь что? Лук. Лук. Фианхель. 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 Вот, теперь вы знаете, как пахнет фианхель. Лимонная мелисса. А лимонную мелису мы с вами добавляем в компот. Да? Да. Так же пахнет? Да. Да. Слушайте, прям пахнет на всю комнату теперь букетом этих трав и растений. Я вот прям здесь сижу и чувствую. Это уже пряные травки пошли, ребятки. Сосна. Вот сосна. Это будет последняя. Сосной прям должно сидеть. Да, сосной прям здесь пахнет. Да. Очень ярко, да? И последняя розмарин. А вы нюхайте книжечку. Печенье с розмарином у нас. Помнишь? Понюхай. Так? Какая книга интересней? Обе. Обе? Я хочу еще вот эту, вот эту и вот эту. Что могу сказать? В целом, книжки достаточно интересные для детей младшего возраста, хотя и Антону ему было очень интересно тереть вот эти ароматизированные странички. Опять же, ребенок знакомится с незнакомыми ароматами, с незнакомыми запахами. Но, если ваш ребенок аллергик, возможно, это не самый лучший подарок будет для него, потому что запахи первое время достаточно активные и яркие. Вот, здесь я не могу ручаться, но вот, слава богу, мои дети не аллергики, и нам было очень интересно. Правда, Дашунь? Да. Вот и рыська пришла тоже к вам понюхать странички. Да. Дайте ей понюхать. Мы с нашей рысью и детьми считаем, что подобная книжка может стать классным подарком для детей на Новый год. Правда, ребят? Даша, ты как думаешь? Да. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Выйдя сегодня из дома, мы с Дашей окунулись в настоящую зимнюю сказку. Смотрите, какая красота на улице. Все деревья в снегу. Ну, сначала это был просто иней, а потом начал ложиться снег сверху. Красиво? Да. Даже вот такие заросли из сорняков, из бурьяна, кажутся очень красивыми под этой снежной шапкой. Я очень люблю именно такую зиму. Комбинезон, который покупала к этой зиме, смотрите, уже как раз растет ребенок. Да? Удобно тебе? Да. Тепло? Это что, Даш, модельная походка? Чего? Нет? Так здорово, идешь по этим бескрайним снежным просторам, а вокруг никого. Ни одной живой души. Только мы с Дашей. Вообще красота. Не хватает только солнца. Но туманная красота, она не менее прекрасна. Казалось бы, колючка обыкновенная. А какая красивая под снегом, как в меховой белой шапочке. Ладочку пустили погреть в терраску. Лада. Смотрите, у нее какой кайф. Она лежит прямо под обогревателем. Загорает. Как в солярии. Пришлось застелить ей диванчик. Старым покрывалкой, да, Ладуська? Ложись. Ой, какая любовь, да, Ладусь? Ладусь. Лада любит Дашу? А Антошу любит? Да. Покажи ей, как Антоша она тебя любит. Не, а что? Покажи. Давай. Повише, она меня лежит. Вот. Какая любовь тут у нас. Она ей сейчас весь снег оближет. А вот здесь я снег съест. А вот здесь есть снег. Она пить, наверное, хочет, да, Ладусь? А снег можно? Она ей сейчас водички тепленькой налить. Все, снег. Умница. Плюша отдыхает. Теперь это ее любимое место в доме, на лестнице, на ступенечке. И вот здесь под елочкой. Чувствует себя снегурочкой, наверное, да, Плюш? Да. Помните, как-то во влоге я вам рассказывала, что плохо она себя ведет, в плане того, что в туалет ходит, где придется, где ей захочется. И ситуация накалилась до предела, что я прям взяла ее и выставила на улицу. Вечером, когда забрала, мы с ней так поговорили. Я ее посадила в лоток и сказала, либо сюда, либо будешь жить с другими кошками. И что вы думаете? Она исправилась. Мне многие писали, что вот это происходит из-за таких вот лап. Из-за того, что ей больно и она гадит, где попало. Ну вот, оказывается, даже такая кошка может исправиться. Я этому очень рада, потому что, ну, сами понимаете, с больными суставами выгнать животное на мороз, рука просто не поднимается. Но в воспитательных целях пришлось на день это сделать. И вот, пожалуйста. Ну, молодец, умничка. Замурчала, слышите? Плюшка. И вот сейчас, когда она себя хорошо ведет, с ней хочется и обниматься, и ласкаться, и гладить ее. Кстати, она это очень любит. Да, что-то сидит на ступенечке. И тихонечко слушает историю про Плюшу. Покажу вам свой наряд того же вечера. У нас реально похолодало. На термометре минус 17, и в воздухе очень влажно. Поэтому пришлось аж рот закрыть, чтобы можно было разговаривать. И снежок посыпал. Смотрите, какая красота у нас возле дома. Шарики из ивы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова